Добрый день! Хочу с вами поразговаривать о продажах. Любой бизнес начинается с самого последнего этапа, мне кажется, с продажи. Можно производить, можно придумывать, можно улучшать характеристики товара, можно знать все о продукции, о маркетинг-плане, о системе сбыта и так далее. Но пока ты не начнешь торговать, пока ты не найдешь клиента, пока ты не найдешь человека, который будет покупать у тебя твое деловое предложение или твой продукт, ничего не произойдет в бизнесе. То есть конечная точка, вот как в сварке, когда ты прикасаешься электродом к металлу, и происходит взрыв, брызги, разряд, вот эта точка приложения усилий называется продажа. Если вот этого контакта нет, все остальное фигня. Сварочный аппарат, мастерство сварщика, образно говоря, и так далее. И это не все понимают или не все хотят понять и принять. Вот в чем проблема. Бизнес, связанный с продажами, это не такой нелегкий хлеб, потому что человек, который занимается продажами, обязательно его жизнь полна разочарований. В том смысле, что не все покупают. А вот пережить отказ могут не все. И поэтому человек, который занимается продажами, в обязательном порядке нуждается в том, чтобы его стимулировали, чтобы его поддерживали, вдохновляли, наставляли, инструктировали, дух в нем возбуждали, боевой и так далее, и так далее. И я думаю, что сетевые компании, бизнес сетевой тем и хорош, и будущее у него тем и перспективней, что в сетевых компаниях это гораздо лучше понимают, чем в обычном традиционном бизнесе. И здесь вопросом повышения боевого духа дистрибьюторов, партнеров сетевых компаний, уделяют большое значение. И поэтому люди здесь растут. Люди здесь получают закалку. Люди здесь получают поддержку. Они в трудные периоды находят возможность быть поддержанными, вышестоящими спонсорами, самой системой, организацией и так далее. И все равно, что бы мы ни делали, как бы мы ни мотивировали своих людей, дистрибьюторов на продажи, если они сталкиваются с труднопродаваемым продуктом, или услугой, или тяжелым неподъемным бизнес-предложением, тяжелый вход, неперспективный товар, немодный, невостребованный и так далее, и так далее, тем сложнее их удерживать. Никакие мотивации, никакие стимулирования, ничто не удержит людей, потому что обиды, разочарования, неудачи, связанные с продажами, вышибают этих людей, как солдат в бою из строя, шрапныли, бух, и нету полряда. Почему? Потому что не продаются, потому что трудно продавать, потому что дорого, потому что не умеют, потому что там мало ли почему. Поэтому товар должен быть, продукт, услуга, бизнес-предложение очень привлекательным. Вот над чем надо работать. Чтобы востребованный был продукт, а не высосанный из пальцев. В сетевых компаниях есть колоссальная проблема. Организаторы бизнеса часто придумывают систему пирамидальную с математически просчитанным маркетинг-планом, выгодным, красивым для заработка тем, кто организует это, и успешным лидером. А продукт сам по себе фигня, глупости, ерунда, невостребованная вещь. И многие люди попадаются, по сути дела, это обратная сторона медали. Но если продукт хороший, если он востребован, если он качественный, тогда надо бороться за то, чтобы система сбыта была правильно организована, правильно поставлена. Нужно биться над тем, чтобы новичок как можно меньше сталкивался с отказами. Чтобы всю грязную, черновую работу, которая отталкивает неопытных начинающих дистрибьюторов, отталкивает, как холодным душем обливает их, вот эту всю работу надо с них снять. Надо, чтобы это выполняли инструменты. Надо, чтобы это работала система. И вот в интернете есть такая возможность. Ты запускаешь бизнес, организуешь продажи в системе и отдаешь инструментам и самой системе право и обязанность выполнять самую грязную, черновую работу, там, где люди терпят, вынуждены терпеть вот эти вот отказы, там, насмешки, неверия и так далее, и так далее. Скепсис вот этот, который выливает на нас. Вот у тебя есть, вот у меня есть сайт. Этот сайт 24 часа в сутки, 365 дней в году выполняет свою работу без меня. Однажды сделанная, подготовленная инструментальная база выполняет свою работу. Ее можно совершенствовать, но в принципе она выполняет свою работу. И я сталкиваюсь только с теми людьми, которые заинтересованы. Вот секрет успеха. Секрет успеха. Бизнес, связанный с продажами, полон разочарований. Люди должны постоянно получать поддержку, стимулирование, инструктаж, наставление и взбадривание. Если этого нет, или делается это непрофессионально, люди рано или поздно уйдут. Но самое важное, повторяю, это наличие системы. Когда ну ты мастер. Вот я недавно меня подписывал один парень. Ну мастер, ну уверенный в себе, ну приехал на корейском джипе, ну молодец, ну приятный молодой человек, грамотно все делает, сидит целый час, пишет на листочках бумаги, мне маркетинг, план уверенной рукой, все описывает, доходы свои показывает, или рассказывает о них. Но повторить его будет очень тяжело новичку. Когда это он научится? Пока он научится, сотни выпадут под шрапнелью вот этих вот насмешек, отказов, издевательств и оскорблений, которые мы вынуждены терпеть от клиентов и потенциальных кандидатов в бизнес. Это неизбежно. Так вот, если вы хотите быть успешными, если вы хотите преуспеть в сетевом бизнесе, думайте о своих людях. Как их оградить от черновой работы, которая, как шрапнель, повторяю, выбивает солдат из строя. Если у вас есть система, которая в виде инструмента, которая в черную работу выполняет за них, то тогда им остается только наполнять эту систему кандидатами. А это уже совсем другая песня. Это уже совсем другая песня. Я желаю вам удачи. Подумайте над тем, что я сказал.